всем приветики есть у меня такие наушники kingston hyper x cloud one я в них обычно транслируем они хорошо прижимаются к ушам хорошо звукоизолирует более-менее звук у них громкий ну и микрофон удобно что прямо возле рта находится то есть как бы ты не поворачивал голову вот здесь твой рот и с головой поворачивается микрофон а если микрофон будет отдельно и ты от него отвернешься то звук в микрофоне станет тише и вот принципе я этими наушниками всегда пользуюсь когда именно виду трансляции потому что микрофон всегда возле рта находится это удобно микрофон правда не очень конечно но тем не менее удобно что он всегда возле рта вот и в последнее время так как ими пользуюсь четыре года у них уже начали облазить амбушюры вот они облазят я начал думать о том что надо купить новое вот они здесь облазит внутри внутри вон видно облазит нет в целом уже когда ты по ним проводишь он и но он и насыпется вот я провожу сейчас вот это все черное то с них насыпалось черненькие вот эти вот она видна я сейчас провожу руками внутри там и вот видно высыпается куски черные и вот я начал думать о том чтобы их заменить купить новое заменить и тут вдруг я неожиданно вспомнил что у меня что у меня же в комплекте с ними шли дополнительные амбушюры эти такие как более такие кожаные типа это наверно кожа заменитель или что такое или искусственная кожа а там прямо такие шли как бархатные и в итоге вот она коробка и в ней и в ней лежат дополнительные амбушюры самое интересное что сейчас я последнее время вот какую-то коробку вскрою она полежит пока есть срок годности как срок годности заканчивается но вернее не срок годности гарантия когда гарантия заканчивается то я в принципе выкидываю коробку а раньше я так не делал и у меня есть коробки которые вот лежат уже много лет вот этой коробки четыре года я в нее вот как тогда с нее достал наушники с тех пор я в нее не залазил и так она лежит четыре года я вот случайно вспомнил что у меня аж там было получается нам даже еще в том пакетике лежит в котором пришла она пришла тогда в этом пакете не до сих пор в нем лежит а то что а то что четыре года я пользуюсь ими это точно потому что вот вот он гарантийный полон я тогда покупал не вот здесь написано дата продажи то есть мне продали их в начале 2018 года а сейчас уже май и не мая март апрель даже при сейчас начало апреля 2022 года то есть уже четыре года прошло даже больше всем пользуюсь четыре года и три месяца и он с тех пор с тех пор они у меня есть и с тех пор и в эту коробку даже не залазил как это до распаковал их достал такими пользуюсь а ведь вот такая коробочка была в комплекте я уже ее показывал раньше на распаковке но тогда у меня была плохая камера и там все было не так качественно видно как может быть видно сейчас первых было не full hd 720p это во-первых а во-вторых качество было похуже поэтому я решил еще раз показать уже в более хорошем качестве такая коробочка даже в кадр не улазит hyper x то он таки выглядит красиво как новенькая потому что она реально лежала в пакетике на ней даже муху не сидела пакетик защищал подходит пока xbox пола приставка общем телефон ко всему такая вот всем один моего никогда не использую звуковая карта там на компьютере осталось но микрофон правда в них некачественные официальные спонсоры из них я знаю только наверно этого 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 и все остальных не знаю и спорта русские здесь я снято и что-то там а нет нет показалось я глянул сюда не показалось по-русски канал а это просто мне нету хотя нет вот эффект виртуального объемного звука включается с помощью избе блок управления звуком ну а дальше то на коробочку вторая распаковка распаковка 2 получается что уже была одна ну как так там какой-то текст но чтобы почитать нужно порвать коробку получается как я почитаю и по-моему раньше его не видел вот как я почитаю то нужно порвать коробку получается реально хотя там вроде как не сильно важная инфа снизу такая штучка я не показал кстати низ два года гарантии у нее даю два года гарантии ну чтож пришлось реально разрезать коробку но здесь пишут что получается она про гарантию короче что информация двухлетней гарантии гарантия распространяется на браку на продукцию коробку который подлежит замене или возмещение в общем про гарантию еще что на китайском почему она внутри типа это секретная информация я раньше когда я распаковал по моему даже этого не видел ну вот такой боксик hyper x hyper x мы все весь красный такой и внутри внутри какая-то наклеечка и внутри помню что есть такая поролончик еще я помню что здесь внутри были вот они да ради них я сюда и снова залез квик старт кает как быстро подключиться чаш наушники к звуковой а звуковую же компу а дальше на английском рассказывается как на компьютере подключаться панель управления звук выбрать виртуальный объемный звук hyper x еще не используется и здесь тоже как у mac os можно даже и к playstation подключается настройки устройства к xbox а то есть к чему хочешь на микрофон у них реально плохой очень тихий даже можно и к телефону подключить но кстати микрофон плохой когда подключаешь к их звуковой карте как звуковой котрует комплекция если бы звуковой там микрофон принципе нормально работает это звуковая вот так подавляет жесткая так что можно так вот на прямую попросить как здесь показан то в принципе работает будет aromalina и здесь тоже нормально будет работать и здесь а вот так уже будет их и работать на игроком можно поставить площад для программы которые усилить в принципе что я сделал но дальше ради чего сюда залез это получается вот эти амбушюры эти вот эти амбушюры что хорошо они снимаются получается вот их снимаешь она видно какая она стала драная вся такая она уже куски кусками отваливается у меня даже на пальцах сразу остается вот грязь и внутри тоже порой достаешь она высыпается пока еще не сильно кстати еще не сильно еще терпимо но уже уже начинает как бы но суть в том что их можно снять хорошо что они снимаются все несменные вот эти идут одеты сразу по умолчанию их можно снять и останется вот такая вот штука видно он динамик с этой стороны просто а здесь еще что написано серийный номер какой-то серийный номер написано и вместо них надеть вот это в общем не стало интересно я отодрал какая-то штучка под ней ничего такого нету просто ничего ну а дальше мы просто вместо тех можем надеть вот эти они отличаются от тех он пришел тем что получается такая резинка а здесь такой мягкий поролончик ну так вот даже на вид глянуть получается если вот они оденутся то в принципе по идее не вроде как одинаковая но если у себя тут совсем именно если вот эта штука натягивается и вот эта штука натягивается то есть если именно от нее отталкиваться то вот это даже вроде как и повыше то есть вот если отталкиваться именно от этой штуки что здесь она уже растянута наушниками а если вот так вот согнуть как вот это именно от нее отталкиваться то вот эта штука и повыше как-то правда это я уже давно пользуюсь там же Внутри, наверное, поролон. Он уже, ну, уже весь, может, смялся. А здесь он новенький, и он ещё не смялся. Причём здесь получается чистый поролон. Я так думаю, что здесь внутри то же самое, вот эта штучка, такой же поролон, как и здесь, просто покрытой кожей такой. То есть, если кожа слезет полностью, то там, наверное, будет вот такая вот штучка. Просто здесь она такая, ну, прям ничем не закрытая. А тут она такая, такой закрытая, типа, кожей. Ну, это хороша штучка будет тем, что с неё ничего не будет слазить. То есть, вот какая она есть, такой она останется. Правда, если здесь от ушей бывает остаётся такой пот, или жирные пятна, типа, ты можешь их вытереть просто легко, провёл, потом вытер, то здесь не вытерешь, то она уже, типа, всё будет вымазываться. Но они мягенькие. Их вот только на ощупь трогаешь, она такая мягенькая, приятненькая. А здесь просто скользит. Ну, оно мягенькое, но оно не особо приятненькое, оно просто скользкое. А здесь оно прям такое, ну, типа, как бархатное, такое приятненькое. И, в принципе, можно одеть. Получается, мы одеваем. Кстати, пока новая, да как-то сложновато одеть. Получается, вот здесь есть такой зазорчик, и здесь вот эта вот штучка одевается между этими двумя зазорчиками. В общем, можно, но на это понадобится время. Ну, в общем, вот я одно одел и понял, что нет, нет. Это внутри поролон, а сверху такая бархатная обшивка, потому что чувствуется, что это как, ну вот, я сжимаю, это как отдельная ткань, которая покрывает сверху, а внутри поролон. То есть, это не сам поролон, это такая обшивка. И она такая бархатная, приятненькая. И на вид оно потолще, чем вот это, что было одето. К примеру, вот если ее приложить, ну, так, визуально, то на вид на вид это даже потолще будет. Просто этими я уже 4 года пользуюсь вполне. Возможно, что сразу они тоже такие были, просто они уже ужались. Так что... Ну, одевается просто. В принципе, вы просто берете одну сторону, одной стороны попадаете туда, одной стороны попадаете, а дальше уже просто, когда одна сторона попала, вторую сторону вы просто подтягиваете, даже вот изнутри пальцами вот поддеваете и просто одеваете. Таким вот образом. Ну, натягивая изнутри, приподнимая. Таким вот образом. Ну, пока полностью не оденется. Ну, выравнивая этот слой слой резины, или что это такое? Кожи. Пытаясь попасть туда. Ну, до тех пор, пока полностью не оденется. Ну, вот мы, можно сказать, почти одели. Просто она новая, и еще в каких-то моментах она не растянута. То есть, она очень, ну, как бы, узкая. Та, которая уже была одета, эта штука, она растянута, и, в принципе, легко. Легко одевается. Ну, вот все, в принципе, одели. Где-то еще толком не уселось. Потому что оно, как бы, это... Пошевелить можно немножко, чтобы оно получше село. Ну, и все, в принципе, вот одето уже. Вот и все. Таким вот образом. Таким вот образом это делается. Вот и сменили амбушюры. Не выглядят как новое. Так-то наушники, так, в принципе, неплохо смотрятся. Единственное, что вид портили амбушюры, потому что они были такие, как будто бы, ну, уже не видно, что подношенные, потертые, порванные где-то. А так они как новые, типа. Ну, амбушюры точно новые, а с амбушюрами и наушники выглядят так, свежо, ново, как будто бы они вот реально новые. Потому что так-то... Вот это металл, вот это тоже металл. Пластмасска тоже не особо. Ну, наушники... В наушниках в процессе пользования только амбушюры портятся. А все остальное, в принципе, выглядит как новое. Вот они, они выглядят реально вот как новые. Сменил амбушюры, и уже, считай, новые наушники. Ну и все. Ну и все. А с такими бархатными будет намного приятнее. Ну, в общем, я попробовал, они даже на ушах немножко по-другому ощущаются. Кажется, что эти как будто бы полотнее прилегают, потому что оно... Это же как бы резинка, она как будто бы так прям на ухо садится, и так все. А это немножко как по-другому ощущается, как будто не так полотно прилегает. Ну, в процессе использования посмотрим. Ну, а что осталось, так это... Еще то, что осталось у нас в коробке. Это такая вот, типа... Рекламка. Что у них есть? Наушники у HyperX, есть флешка, коврик, мышка, клавиатура, оперативка, и этот... Жесткие диски, SSD-шки. И, типа, вот... Благодарность, что присоединились к HyperX, к семье HyperX. Вот, что-то такое. HyperX. Ну, много всего у них здесь коробочки, так, на самом деле, приятненько, что они здесь столько всего. HyperX has you covered it. Ну, вот здесь тоже нарисовано все, что у них есть, в принципе. А здесь что написано? Возникнет проблема с продукцией HyperX, обратитесь здесь к команде специалистов. Ну, это силикогель, чтобы влагу собирать. Это переходничок для самолета. Вставляешь сюда вот эту штуку. И в самолете чик слушаешь. Там, по идее, в самолете такие разъемы. И сидишь, балдеешь. Вот. Хотя вряд ли кто-то в самолет будет с собой брать такие здоровые наушники. Обычно все берут ну, не маленькие, а такие, типа. Вот это затычка для микрофона. Вместо можно убрать микрофон, поставить затычку, заглушку. Микрофон отсоединяется, если что. Вместо него можно поставить затычку, такой, типа, чтобы не было дырки. Ну, удобно кстал. Вот. Это я даже оставил здесь все, которые были, проволочки. Обычно их выкидываю сразу. Ну, парабанчик, в котором все лежало. Ну, и, собственно, коробочка, в которой все лежало. Вот и все наушники. Ну, и чехольчик такой фирменный от HyperX. В котором можно носить наушники. Ну, ну, да, хранить, как бы, или переносить куда-то. С такой вот завязочкой. Так что, вот такая вот замена амбишурчиков получилась. И заодно осмотр коробки вспоминания о том, того, что там было и как это вообще все выглядело. Ну, такие вот амбишурчики. По-моему, на вид приятнее стало, чем было. Ну, а как в использовании, думаю, должно быть получше. Ну, в общем, я не знаю, в чем прикол. Я сейчас снял вот эти амбишуры, вот эти, которые здесь надеты сейчас, и надел обратно вот эти. Ну, я сначала их надел на голову, ну, с этими амбишурами надел на голову, потом с этими, потом их снял и обратно эти надел. И вот в этих почему-то звукоизоляция лучше. То есть, ты когда их надеваешь, наушники с этими амбишурами, как-то звуки вокруг чуть-чуть, ну, не сильно, но они немного приглушаются. А в этих надеваешь, так что-то и не особо. То есть, я не знаю, что у них такого особенного. Ну, почему-то именно эти амбишуры немного приглушают звуки окружающие, а эти как будто бы и нет. Типа, чего? Как так? Ну, эти одеваешь в этих наушники с этим амбишурами надеваешь и сразу чувствуете, как все вокруг немножко это чутка приглушение стало. И ты как бы уже больше слышишь свое дыхание, к примеру. То есть, ты надеваешь наушники и сразу свое дыхание больше слышишь, потому что все остальное приглушилось. А в этих нет, просто отделан типа, и все, и ничего, и типа, я не знаю. В этих просто ты типа, ну, я не знаю. Короче, почему-то в этих именно звукоизоляция получше будет. Может быть, сам материал такой этот плотный, типа, не пропускает звуки, а здесь такой весь мягкий. Может, то, что они так типа прижимают, они такие тоненькие, еще прижимаются, здесь мало места остается, а эти прижимаются, здесь много места остается, через которое просачивается все. Ну, я не знаю, в чем причина, но у этих звукоизоляция получше, а у этих похуже. Но в них, наверное, помягче будет, что ли, наверное. Вот. Короче, я не знаю, попробую. Попробую попользоваться, как бы, если что, вернусь обратно на эти. В этих как-то я уже привык. Просто эти, что на вид, поприятнее. Ну, и на ощупь тоже, и на ощущения. Но по звуку эти больше, как бы, изолируют. Такие вот делишки. Ну, а на этом все. Всем покеда вам!